Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире седьмого канала новости. Меня зовут Юлия Чупрова и сейчас коротко о главных событиях прошедшего понедельника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходные на катке стадиона «Рассвет» подожгли человека. Огненное шоу устроили подростки. Видео позже выложили в соцсети. Ради эффектных кадров школьники принесли на каток бензин и огнетушитель. Видно, как один из детей обливает спину другого жидкостью и поджигает. Но вопреки ожиданиям, пламя полностью охватило мальчика и потушить его удалось не с первой попытки. Подростки облили одного из своих друзей бензином для зажигала и подожгли его. Зрелище было шокирующее. Когда на человеке сгорела одежда, после чего обгоревший парень побежал, перепрыгнул через забор стадиона «Рассвет» и убежал на коньках в неизвестном направлении. Администрация говорит, что знакома с этой компанией школьников. Они регулярно хамят сотрудникам проката и конфликтуют с другими посетителями. Также нам рассказали, что «Рассвет» ежегодно пишет запросы в полицию с просьбой патрулировать каток. Но полицейские приезжают с проверкой только на новогодних праздниках. Все это быстро запланировано. Как это сейчас говорят молодежи, хайпануть, как вы говорите. Ну, так получилось, что хайпанули на нашем катке. Мы просто жертвы ситуации. То есть полиция, к сожалению, нам почему-то не помогает. Мы просим, мы все подаем. Но вот, к сожалению, так. В полиции же сказали, что за безопасность в этом случае отвечают сами организаторы катка. А что касается ребят, то их личности установлены. С ними работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. В больницу пострадавший не обращался. Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев подрался в красноярском баре «Харлея». Об этом нам стало известно из неофициальных источников. По нашей информации, когда конфликт уже был в разгаре, Пономарев попытался запугать собравшихся, размахивая своим удостоверением. В полиции подтвердили, что проводят проверку. Звонок поступил от администрации клуба на прошлых выходных. Но назвать имена участников конфликта пока не могут. Сам Сергей Пономарев от комментариев отказывается. Однако наши источники сообщают, что мэр, как и раньше, ходит на работу. Серьезных видимых травм у него нет. Напомним, глава Сосновоборска уже оказывался в центре скандала, когда подал в суд на обманутых дольщиков своего города. С них он требовал 2 миллиона за публичное обвинение в сговоре со строительными компаниями. Однако после закрытой беседы в ЗАГС-собрании от иска отказался. Заместителя управляющего пенсионным фондом по краю задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Видеоареста появилось в одном из телеграм-каналов. На кадрах видно, к Алексею Трофимову оперативники пришли во время ужина. По версии следователей, работники пенсионного фонда на открытом аукционе приобрели два здания в Ленинском районе. Цена составила более 130 миллионов. Но, как позже установила экспертиза, реальная стоимость зданий была в 2,5 раза меньше. Злоумышленники похитили 70 миллионов. В квартирах сотрудников фонда прошли обыски. Там изъяли документы, крупные суммы денег и множество банковских карт. Не исключено, что Трофимов станет не единственным задержанным. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Штормовой ветер и снегопад одновременно обрушились на Красноярск накануне. Скорость ветра в городе достигала 29 метров в секунду. Он срывал дорожные знаки и кровлю с домов. Больше 200 метров строительных ограждений оказались разрушены. Их фрагменты находили даже на деревьях. Пострадали и остановки общественного транспорта. Больше всего досталось рекламным конструкциям. Щиты и экраны восстанавливали во всех районах города. Всего в оперативную службу 2.05 за выходные поступило около 7 тысяч звонков от горожан. Самая частая причина обращения – перебои с электричеством. Начиная с субботу на улицах работали ремонтные бригады. Самая сложная ситуация была, конечно, по электричеству. В основном там, где проходят воздушные линии, это дома частного сектора. Ну и достаточно много было отключений и в многоэтажках. До сих пор бригада работает в усиленном режиме. До сих пор устраняются последствия. Нелегко пришлось и водителям, которые двигались по загородным трассам. На дорогах образовались снежные заносы. Из-за сильного ветра и плохой видимости автомобилисты часто сталкивались или оказывались в кюветах. Особенно тяжелая обстановка была на Емельяновском, Девногорском, Каннском и Енисейском направлениях. В аэропорту диспетчерам пришлось перенаправить рейсы из Москвы. Самолет сделал несколько кругов над Красноярском, но в итоге его перенаправили в Кемерово. Поэтому пассажиры вместо 6 утра попали в краевой центр лишь в полуодиннадцатого. Кроме этого задержали либо отменили еще 22 рейса. Ну а о том, ждать ли метель и шторм на этой неделе, в какой день в Красноярске будет плюс и почему экологи рады сильному ветру, об этом расскажем в сюжете далее. В Красноярске свежий воздух. Сильный ветер разогнал смог над городом и сейчас, если верить порталу «Красноярск.Небо», уровень загрязнения во всех районах ниже нормы в 5, а то и в 6 раз. По предварителям данных синоптиков, дышать таким свежим воздухом будем всю неделю. Ветер стихнет, но ненадолго. Так, например, во вторник порывы юго-восточного направления будут достигать 10 метров в секунду. Ожидается снегопад, будет достаточно пасмурно. Ночью минус 16, днем до минус 12. В среду, 28 ноября, Красноярцев снова ждет снегопад и самая холодная ночь на этой неделе. Синоптики прогнозируют до минус 19 в темное время суток, но днем потеплеет сразу на 15 градусов. Такие перепады температур характерны для ноября, а вот показатели немного ниже нормы. Кстати, самым холодным этот день был в 1952 году, тогда в Красноярске похолодало до минус 40. Самым теплым было 28 ноября 1984, почти плюс 6. Таких температурных рекордов на этой неделе точно не предвидится. Так, в четверг днем будет минус 9, ночью похолодает еще на 1 градус. Снегопад прекратится, а вот ветер начнет наоборот набирать скорость. Его порывы достигнут 14 метров в секунду. Пятница хоть и самый теплый зенитый недели, но он же и самый некомфортный. Метеорологи прогнозируют сильный юго-западный ветер до 17 метров в секунду. Мокрый снег с дождем, плюсовые температуры днем и минус ночью. Это значит, что и автовладельцам, и пешеходам нужно быть внимательнее. На дорогах точно будет каток. Что же касается официальных площадок для катания, многие из них уже открылись. Самый большой каток в городе уже традиционно автоатыши в парке. Цены остались на уровне прошлого года, да и погода позволяет провести время на улице. 1 декабря в субботу днем будет минус 10, ночью минус 15, ветер западный 6 метров в секунду. В воскресенье 2 декабря зима, кажется, по-настоящему вступит в свои права. Ожидается снегопад и резкое похолодание днем минус 18 градусов, ночью минус 22. Ветер западный до 15 метров в секунду. Ощутимый мороз по предварительным данным портала Гесметио ожидается в Красноярске уже в конце следующей недели. Синоптики предсказывают похолодание до минус 35 градусов. Юлия Чупрова, Валерий Чащин, 7 канал. Две квартиры на 78-й добровольческой бригады превратились в притон для маргиналов. По крайней мере, в этом уверены соседи. Формально в помещении работает реабилитационный центр, но постояльцы ведут себя социально и пугают местных жителей. Ранее в этих квартирах устраивалась поножовщина и потопы. Подробности у Дениса Денисова. Внутри тихо никто не открывает, но обычно тут толпится по несколько мужчин маргинальной внешности. Кто-то проходит внутрь, кто-то остается в подъезде. Атмосфера соседям не внушает чувства безопасности. За этой железной дверью, по словам соседей, находятся две крупногабаритные спаренные квартиры. И в начале этого месяца туда привезли целый комплект многоярусных кроватей. И там сейчас может жить более 20 человек. Нехорошая квартира находится на третьем этаже дома на 78-й добровольческой. Постояльцы, по словам соседей, похожи на бездомных или пьющих. Квартира, говорят, сдана в аренду, без регистрации в дологовых органах, некому реабилитационному центру содействия. Но мало похоже на место, где людям помогают вставать на ноги. Скорее на ночлежку, откуда работяг развосят по объектам. Заселяться они туда начали в начале ноября. Во-первых, люди не проверены. Если это реабилитационный центр, как минимум должен быть врач, должен быть нарколог, психолог, понимаете? И как минимум реабилитационный центр должен иметь отдельный выход, отдельный вход. Это не должно быть в жилом подъезде ехать на третий этаж, ехать в одном лехту с кем-то. Якобы благотворительная организация содействия размещала рекламу на православных сайтах. На портале храма Иоанна Предтечи даже проиллюстрировали реподукции доброго самаритянина. Но нам помочь отказались и на какие-либо вопросы отвечать не стали. Наверное, потому что квартира, где у них теперь реабилитационный центр, славится отнюдь не христианским поведением. У нас есть опыт от этой квартиры. Они все время сдают социально опасным людям. Фамилия-то доданцы? Доданцы, да. Они получили от завода бесплатно две квартиры, как многодетная семья. Но, видимо, в жилье особо не нуждаются. У нас была поножовщина, наверное, это уже вызывали полицию, они там друг друга перерезали. У нас был пожар недавно буквально перед этими. Хозяин квартиры также что-то пояснять отказался, ссылаясь на занятость. Но если вбить его номер телефона в поисковик Google, то можно попасть на рекламу о продаже мощных магнитов. Народное средство для остановки водосчетчиков. Логично, ведь целый стройотряд в одной квартире потребляет немало. К слову, сам Константин Дуданец также отказался с нами разговаривать, ссылаясь на занятость. Но по счетам платит исправно, поэтому у ТСЖ, несмотря на все жалобы от соседей, нет формального повода для претензий. А обращение в Федеральную службу защиты потребителя, кроме отписки, ничего не принесло. Они просят, чтобы мы узнали юридический адрес и юридическое лицо, предприниматель или что, который арендует это помещение у собственника. Но этих документов, естественно, мне никто не дает. Я дозвонился до хозяина Константина, попросил у него эти документы, договор. Ну, естественно, он мне ничего не дал. Вызов полиции тоже не принес никакого результата. Поэтому теперь жильцы дома собирают подписи для обращения в прокуратуру. Денис Денисов, Сергей Раков, 7 канал. А в Норильске спустя неделю нашлась собака, которую унесло ветром. Хозяин вывел юркширского терьера на прогулку без поводка. На улице была метель и карманную собачку сдуло. Пес нашелся в пяти километрах от дома. Его подобрал в сугробе прохожий. Сначала он решил забрать терьера себе, но потом увидел объявление и связался с владельцами. О других новостях в двух словах расскажем далее. В выходные футбольный Енисей одержал вторую победу в премьер-лиге. Команда обыграла «Динамо» со счетом 2-1. Тренер Дмитрий Оленичев заявил, что наши футболисты победили заслуженно, несмотря на кадровые трудности. Тем не менее, красноярцы в турнирной таблице по-прежнему на последнем месте. Прокуратура потребовала администрацию наладить освещение 139 дорожных проездов. Нарушения нашли на Калинино, Высотной, Телевизорной, Киренского, Затонской, Цемлянской и других улицах. На трассе в районе Козульки водитель врезался в полицейскую машину. Сначала там столкнулись две иномарки. Водители вызвали экипаж ДПС. Приехав на место, полицейские выставили на дороге аварийные знаки, но оформить ДТП не успели. В их автомобиль влетела иномарка. Причиной аварии могла стать сильная метель. В ГАИ сообщили, что никто не пострадал. Депутаты горсовета потребовали от управления дорог и благоустройства вести статистику убранных улиц. Сегодня специалисты службы не смогли ответить, какие участки и как часто летом очищаются от пыли. Поэтому городские депутаты решили разработать программу по уменьшению пыли на улицах. Такая уже есть, к примеру, в Новосибирске и Казани. Участники прекратили откачивать септики в Красноярске в знак протеста. Подробности через три минуты не переключайтесь. Вместе мы ярко проживаем каждый день. Я готов. Пишем. Находим интересное. Следим за модой. Создаем свой имидж. Но остаемся собой. Искренне радуемся и верим в лучшее. Я. Седьмой канал. Мне 20 лет. Дальше. Еще интереснее. Красноярские осенизаторы объявили забастовку. Предприниматели прекратили откачивать септики. А причина в том, что им запретили пользоваться всеми люками для слива отходов в центральную канализацию. Кроме одного на 60 лет октября. И пока количество мест не увеличат, осенизаторы говорят, работать не будут. По их словам, сейчас в Красноярске около 90 компаний по откачке септиков. В среднем каждый из них сливает отходы до 15 раз в день. И чтобы вовремя успевать на заказы, теперь приходится пользоваться запрещенными люками. За нами бегают полиция и ведомственная охрана, Министерство природоохраны, частные активисты, так скажем, как их назвать, я не знаю, блогеры. Мало того, что штрафуют, сейчас такая практика началась, что забирают машины на штрафплощадке. Все эти люди почему-то не понимают, что мы делаем нужное дело. Берем за это честные деньги. В Краскоме, которому и принадлежит канализация, объяснили. Дело в том, что остальные люки предназначены только для жидкости. Из-за действий предпринимателей системы очистки выходят из строя. Сливаются в систему, именно предназначенную для жидких бытовых отходов, сливаются различные, в том числе и мусор. Это приводит к тому, что канализация засоряется, стоки выходят на поверхность. Нам предписано, чтобы не было никаких здесь лишних доступов к системе водоотведения. И мы исполняем то, что нам предписано законом. И к другим темам. Пациента Каннской больницы оскорбили и выгнали из учреждения. Мужчина пришел сдать кровь на анализ по записи, но наткнулся на очередь. А врачи медсестра в это время пили чай в кабинете и никого не принимали. Молодой человек обратился к главврачу, но медики не отреагировали. А когда подошла его очередь, в приеме ему отказали. Я тебе должна отчитываться, сколько я больного принимаю. Собля несчастная. Господи, ты это что понимаешь? Вы меня будете оскорблять. Я тебя оскорбила. От меня матом можно крыть. Я ничего, я матом не крыл конкретно. А я тебя как хочу так обзову. А, да, вот так. Да, да, вот именно так. А сейчас... Потому что я в возрасте уже, пожилой человек. Я тебе к бабушке готовлюсь. Я знаю. Это самое... Гожусь. Что тебе надо от меня? Иди отсюда. Вот так, куда-то я... Иди из кабинета вон. По словам главврача больницы, специалист просто рассматривал случай с другим пациентом. Однако на видео в кабинете никого не было. В Минздраве пояснили, сотрудники больницы в любом случае не должны себя так вести. В медучреждении проведут служебную проверку. Идем дальше. Суд над тренером футбольного Енисея пройдет в канун Нового года. За пьяную езду ему грозит 30 тысяч штрафа и лишение прав сроком до двух лет. Процесс назначен на 26 декабря. Судьей будет однофамилиц известного спортивного комментатора Алексей Черданцев. Напомню, на прошлой неделе Дмитрия Оленичева поймали пьяным за рулем по пути из бара. Проходить тест на алкоголь он отказался. А позже тренер заявил, что был трезв, а в заведении пил только безалкогольное пиво. По его словам, сотрудники ГИБДД разыграли настоящий спектакль. Оленичев уверен, что это попытка недоброжелателей испортить его репутацию. По его словам, он не первый раз замечает за собой слежку. Через две минуты мы вернемся в студию о том, как готовят судьи зимние универсиады. Расскажем после короткой рекламы. Оставайтесь на седьмом канале. Твой ход. Прогнозируем. Продумываем. Получаем признание. Вместе достигаем цели. Любим красивое. Ценим роскошное. И мы всегда в движении. Я. Седьмой канал. Мне 20 лет. Дальше. Еще интереснее. В фонпарке «Бобровый лог» состоялись первые в этом сезоне соревнования для обучения будущих судей зимней универсиады 2019. Их смоделировали специально для судейских бригад по горнолыжному спорту, которые сейчас готовят к работе на студенческих играх. Больше ста рефери из разных уголков страны приехали на обучение, чтобы главное спортивное событие Красноярска прошло на высоком уровне. Подробности в сюжете Максима Лебедева. Внимание, марш! Вовремя отправить спортсмена на спуск, поставить сбитые слаломные ворота и промаркировать трассу. На всероссийском семинаре по горнолыжному спорту судьи готовятся к универсиаде 2019. Рефери Андрей Самосенко рассказывает, сначала изучали теорию. В первую очередь правила и особенности проведения международных соревнований. На второй день перешли к практике. Не бывает всегда все хорошо, есть все равно нюансы и моменты, которые нужно прорабатывать, именно практически руками делать это. Ну стараемся, поднимаем свой профессиональный уровень. Судьи разделили на группы по специализациям. Например, хронометристы замеряют время на заездах. Группы заглаживания следят за тем, чтобы трассу вовремя приводили в порядок после каждого спуска. Отдельные судьи контролируют правильность прохождения трассы спортсменами, другие фиксируют результаты. В фанпарке Боброволок буквально отрепетировали ход будущих соревнований. Спортсмены вышли на трассу, чтобы выступить в двух дисциплинах – слалом и гигантский слалом. А тем временем судьи отрабатывали навыки на практике, которые получили на семинаре. В семинаре участвовали судьи из разных уголков России. В марте прошлого года они уже работали на тестовых соревнованиях зимней универсиады по горнолыжному спорту. Участники считают, такой опыт и новые умения помогут провести игры на достойном уровне. И мы с ними работаем, очень ответственные. Все вот замечательно с самодачей работают. Чего не знают, тут же осваивают, разбираются. Такого нет, чтобы оде отлынивали. Всего на универсиаде будут работать больше 120 судей. 80 из них – красноярцы. Остальные приедут из других регионов. Такой домашний состав удалось подготовить именно благодаря подобным семинарам, которые проводят уже третий год. Ранее судей подобного уровня в Красноярске было меньше трех десятков. Это сделано для того, чтобы осталось не только материальное, но и нематериальное наследие после универсиады. Это значит, что здесь останутся подготовленные, квалифицированные судьи, которые в дальнейшем смогут на оборудовании, на той инфраструктуре, которая останется после проведения универсиады, проводить соревнования различного уровня. Фан-парк «Бобровый лог» – инвестиционный проект генерального партнера универсиады-2019 компании «Нурникель». Поэтому к подготовке на этом объекте зимних игр отношение особое. После практики на трассе судьи подвели итоги и поработали над ошибками. Уверяют, в марте следующего года спортсменов и зрителей не подведут. Максим Лебедев, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. И теперь о погоде. Завтра, 27 ноября, в Красноярске облачно с прояснениями небольшой снег. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду с порывами до 10. Атмосферное давление 743 миллиметра артутного столба. Температура воздуха ночью минус 16 градусов, днем минус 12. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте свои фото, видео, а также текстовые сообщения на Viber или WhatsApp седьмого канала. Эти службы работают круглосуточно. Номер телефона плюс 7-391-2-900-333. Еще больше интересных и всегда свежих и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и ищите нас в социальных сетях в Одноклассниках, Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме. В студии для вас работала Илья Чуфрова. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин